Безумец, который в день Святого Валентина пытался спалить любимую и трех друзей, выйдет на свободу в 2032 году. Так решил Челябинский областной суд. Ревнивец облил подругу и знакомых бензином, а потом поджег дом. Шокирующие подробности из зала суда знает Оксана Кравцова. Конвоиры заводят в зал заседаний 27-летнего Александра Зворыгина. На лице мужчины легкая задумчивость. Такое невозмутимое спокойствие кажется понятным. Вероятно, его не пугает возможность ближайшие пару десятков лет провести за решеткой. Ведь места не столь отдаленные, обвиняемому уже знакомы. Ранее Зворыгин привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой. В этот раз на скамью подсудимых этого человека привела не корысть, а ревность. В день Святого Валентина он попытался сжечь возлюбленную, а вместе с ней и общих друзей. Мотив, способ совершения преступления, конкретное обстоятельство дела, а также происшествующее преступление и последующее поведение виновного в связи с этим наличием у Зворыгина прямого умысла на убийство потерпевших ященников Семидинова, Валгушева и Цыганкова. Как установил суд, 14 февраля 2015 года подсудимый собрал компанию у себя дома. Отпраздновать День всех влюбленных решили пять человек. Зворыгин со своей девушкой, их знакомая пара и одинокий приятель. Во время застолья хозяин дома и его подруга устроили скандал на почве ревности. Мужчина в порыве гнева взял канистру с бензином и стал обливать возлюбленную, рядом сидящего приятеля и все вокруг. В конце он вылил горючее на раскаленную печь в кухне и пламя охватило дом. Загорелась одежда на его подруге и знакомом. Огонь перекрыл выход из дома. Умысел на убийство всех потерпевших подсудимому не удалось довести до конца, поскольку он сам получил серьезные ожоги и, опасаясь за свое здоровье, покинул горящий дом. После этого на улицу выбрались и потерпевшие, двое из которых получили ожоги. Девушка-поджигатель и семейная пара сумели выбраться из горячего дома живыми, а их одинокий приятель надышался угарным газом и погиб. Свою вину мужчина признал лишь частично. Теперь Александр Зворыгин проведет 18 лет в колонии особого режима. Также суд обязал его выплатить 860 тысяч рублей матери погибшего. Оксана Кравцова, 31 канал.